Всем добрый день! В сегодняшнее видео я решила посвятить такому насущному вопросу, как использование сывороток и гелий. Мы на самом деле упоминаем об этом довольно-таки регулярно, но до сих пор очень часто задают вопросы, связанные именно с непониманием, как применять такую текстуру, как гелеобразные косметические средства. Существуют косметические средства, если так упрощённо их разделить, содержащие масла и не содержащие масла. Масла содержат у нас кремы, мази. Кремы содержат и воду, и масло. Мази содержат только, допустим, масляную фазу, масла, воски и так далее. То есть воды не содержат. Эмульсии – это жидкие кремы, то есть такие кремы, которые содержат больше воды, чем масла. Плотные кремы – это те кремы, которые содержат больше масла, чем воды. И масло с водой смешиваются при помощи эмульгаторов. Если мы имеем в виду гели и сыворотки, то это, как правило, безжировые текстуры. Хотя есть нюанс такой, есть некоторые средства, которые называют гели, но при этом они не содержат воды. Они могут быть, например, на силиконовой основе. Так вот, основная проблема у людей, которые не совсем понимают, что такое гель, ожидают от них, в принципе, тех же ощущений, что и от крема, но это совсем не так, потому что гель, он не содержит масел, как правило, и содержит большую часть воды. По текстуре, соответственно, безжировые вот эти средства могут быть разные, начиная от тоника, совсем жиденького, и заканчивая достаточно плотным гелем высокой вязкости. В так называемой полимерной основе геля могут быть растворены какие-то, содержатся активные компоненты, либо это может быть вообще гель-пустышка, по которому делают УЗИ, к примеру. Но сам факт, что масел эти средства не содержит. И когда такие текстуры используются в качестве уходовых средств, зачастую возникают некоторые проблемы. Ну, начнём с того, что использовать гели в рутинном уходе привычнее, конечно, обладателям жирной комбинированной кожи. Вспоминаем типы кожи, жирная, комбинированная, где жирная – это зона, например, и сухие, и нормальные щёки. Сухая кожа, которая испытывает недостаток в собственном кожном сале. И нормальная кожа, в которой, в общем-то, кожное сало вырабатывается в нормальном количестве. Так вот, если мы будем использовать на сухой коже, например, гелевые средства, то не всегда эти средства такой коже понравятся. И тут существует первое правило в зависимости от типа кожи. То есть гель вместо крема, или гель без крема, или гель под крем. То есть если у нас своего кожного сала достаточно, то есть у нас или жирный, или комбинированный тип кожи, то мы, как правило, можем использовать гель вместо крема. А если же у нас кожа так называемая себостатическая, то есть сухая, и липидов собственных ей не хватает, то, как правило, мы используем гель под крем. То есть сыворотку под крем, гелевые какие-то активные средства под крем. Потому что средства гелевой текстуры, они не содержат вообще питательных компонентов. То есть не содержат масел. И, соответственно, если кожи изначальных не хватает, то их недостаток восполняется питательными какими-то средствами. Кремами, как правило, эмульсиями и кремами различной плотности. Если же мы будем использовать, например, гелевые средства на сухой коже и не закрывать их кремом, то возникнет так называемое чувство стянутости. Это может быть связано как именно с неправильным использованием, несоответствием с типом кожи. То есть используется гель, но не содержит питательных компонентов. А коже нужно питательных компонентов получить сколько-то. Либо это может быть из-за типичной ошибки в использовании гелия и сывороток. Это нанесение слишком большого их количества. Если мы возьмем любой гель, то выдавив, допустим, немножечко из дозатора, одно нажатие буквально, вот этой порции достаточно на все-все лицо и шею. И таким образом, если мы по привычке как следует себе наберем этого геля, нанесем на кожу и гель не весь впитается, то избыток геля, который не впитался, подсохнет на коже и будет вызывать так называемое ложное чувство стянутости. Причем это как раз может быть и при сухом типе кожи, и при жирном и комбинировании. То есть стянутость может быть либо, если мы неправильно по типу кожи подобрали, то есть не закрыли, условно говоря, активную сыворотку или гель кремом при сухом типе кожи, либо если мы при любом типе кожи нанесли слишком много геля. Особенно это касается зоны вокруг глаз, которая склонна к отечности, если избыток, ну, переувлажнить эту зону, тонкую кожу, деликатную в этой зоне. И средством, например, для кожи век мы наносим буквально порцию величиной с рисового зернышка между двумя пальцами, распределяем ее и аккуратненько по косточке вбиваем. Есть средства такие, как блефарогель, например, 1 или 2, которые можно прямо на подвижный век наносить. На самом деле многие наносят и кремы, и гели на подвижный век. Тут тоже главное не переборщить. Таким образом, мы для себя вывели уже 3 правила. То есть при жирной комбинированной коже мы используем, как правило, можем использовать гели вместо крема. При сухой коже мы должны использовать гелевые текстуры под кремы. Правило минимального количества, то есть наносить то количество геля или сыворотки, которое может полностью впитаться, не подсыхая на коже. И третье правило, то, что стянутость, это не равно сухость. То есть стянутость, она может быть вызвана как большим количеством, так и тем, что мы не закрыли, например, на сухой коже гель крема. Следующая очень важная вещь, так как гелевые сыворотки, они содержат, как правило, большое количество активных компонентов, в том числе те, которые обладают накопительным эффектом, то зачастую люди не дожидаются просто того момента, когда накопительный эффект разовьется. Очень часто бывает, задают вопросы, вот я купил там противоспалительный какой-то гель или я купил гель с какими-то антивозрастными компонентами или сосудоукрепляющими, попользовался три дня или неделю, не работает. Естественно, как минимум должно пройти время для того, чтобы активные компоненты начали действовать. Это не просто, допустим, какой-то пилинг, который действует почти сразу, отшелушивая роговой слой, и мы видим то, что он делает. Наблюдаем шелушение, к примеру. Здесь активные компоненты, они, как правило, должны оказывать достаточно длительное воздействие, чтобы мы заметили эффект сужения пор или разглаживания мелких морщин, как если мы используем, например, с пептидными релаксантами, когда накопительный эффект развивается где-то спустя 2-3 недели. Когда мы используем средства с кислотом или с ретинолом, основной уже развивается эффект спустя как минимум 1 или 2 цикла обновления кожи, то есть 1 или 2 месяца фактически. В более старшем возрасте цикл обновления кожи удлиняется, и это время еще больше удлиняется. То есть мы должны дождаться накопительного эффекта, когда используем активные средства. Еще такой важный момент при использовании гелия и сывороток, когда люди смотрят на состав и начинают вспоминать всякие мифы, которые в желтой прессе муссируются, например, о вреде глицерина и так далее. На самом деле надо понимать, что тот же самый глицерин это прекрасный, совершенно увлажняющий компонент. И в европейской косметике, не предназначенной для внутреннего рынка, например, каких-то стран с тропическим или каким-то климатом а-ля Средняя Азия, Таиланд, где, допустим, влажность большая. В европейской косметике глицерина вы не найдете больше 4-5% в составе какого-то средства. Поэтому не нужно искать страшилки на составе своей баночки с гелем, и понимать, что в геле действительно основное это увлажнение, так как в нем нет питательных веществ. Поэтому там нормально увидеть глицерин, там прекрасно увидеть высокомолекулярную гиалуроновую кислоту и все остальные виды гиалуроновой кислоты с меньшим размером молекулы, которые, например, не поверхностно увлажняют кожу, а могут проникать глубже в глубокие слои эпидермиса и увлажнять уже как бы изнутри. Там прекрасно увидеть такие компоненты, как хитозан, как биосахаридная смола, то есть фукагель, который во многих наших средствах есть, начиная от сыворотки пробиоскин, заканчивая кремовыми текстурами а-ля мультипротектор SPF 50+. Поэтому увлажняющие компоненты это как раз очень важная часть гелевых текстур. И если мы эти все правила будем себя в голове держать, наносить немного, понимать, что при сухой коже нам желательно использовать поверх гель и крем, не смешивать гель с другими какими-то непосредственно текстурами, кремовыми прямо в одно нанесение, потому что тоже есть такая ошибка, когда наносим пертональное средство, когда гель еще до конца не впитался. И получается, что гелевая текстура скатывается на коже, это некомфортно. Поэтому нужно дождаться, пока гель впитается или сыворотка, и потом уже наносить следующее какое-то средство. Если мы будем дождаться накопительного эффекта при наличии активных компонентов, которые это подразумевают, если мы будем наносить по показаниям гели, то есть если у нас есть какая-то проблема, мы ищем компонент, который проблему решает. Есть у нас воспаление, мы ищем, допустим, азлайновую кислоту в составе, или серу и так далее. Есть у нас проблемы с сосудами, ищем какие-то сосудоукрепляющие компоненты, экстракты, конского каштана, листьев, красный виноград и так далее, как в нашем антикуперозном геле. То есть если мы вот так грамотно будем подбирать эти средства, то проблем с использованием сывороток и гелей у нас никогда не будет. Если у вас какие-то возникнут вопросы по использованию гелевых текстур, по комбинированию, допустим, каких-то текстур одних с другими, по сочетаемости, я буду рада ответить на них в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе наших новых видео. И до новых встреч в следующих эфирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова